Приветствую вас. Конечно, то, что вы описываете, действительно болезненно и травматично. Мне кажется, что в данном случае, если вы не обратитесь к психологу, к психотерапевту за помощью, вот, то эта боль может быть у вас не только 8 месяцев, но и больше, год, несколько лет, и влиять на ваши последующие отношения, потому что мне показалось, что человек вы достаточно контролирующий, достаточно активно, пытающийся быть сильным, достаточно активно, пытающийся поддерживать, так называемый, культ мужественности и культ силы. Вот, мне так показалось, я могу ошибаться, хотя в случае вот с этим человеком вы поступили очень классно. На мой взгляд поступили весьма бовросленно, адекватно, вот, но, тем не менее, мне все равно кажется, что вы выбираете именно такую позицию, позицию силы, позицию, позицию, я бы сказал, такую вот, подавление своих чувств, и соответственно считается, что где-то есть правильные, там, не знаю, поступки, правильные действия, а где-то этих самых правильных действий и поступков нет, вот. Тут, надо сказать, что, чем больше вы подавляете, собственно говоря, свои чувства, тем больше вы подавляете свою боль, а вот тем, соответственно, дольше она будет с вами, потому что боль, это нормально, испытывать боль от того, что вы расстались человеком, ну, который был для вас дорог, все неважно, это, конечно, болезненно, это нормально, нормально это болезненность просевает. Вот, другое дело, что лично для вас эта болезненность, она имеет некий персональный такой характер еще, помимо того, что вы, там, просто переживаете, там, просто, переживает расставание, это же есть все какой-то лично-индивидуальный характер, характер этого. И мне кажется, что именно на личный характер вашего переживания нужно еще обратить внимание, да? То есть, что конкретно для вас значит вот то, что предошло. Вот. Дальше. Как мне кажется, как мне кажется, вы столкнулись с идеализацией. Мне кажется, что вы столкнулись с тем, что человек оказался не совсем тем, кем он, как вы думали, является. Мне кажется, что вы столкнулись с тем, что, на самом деле, человек немножко другим оказался, по своим взглядам, по своими ценностям, не потому что он плохой, а потому что просто они у него поменялись. Как бы, человек не знал, как из этой ситуации выходить, потому что он оказался в плену, наконец, в плену того образа, который, может быть, сам себе создал. Вот. И это, к сожалению, довольно распространенная ситуация, хотя вам она так не кажется. Вот. Но, тем не менее. То есть, вы, мне кажется, видели человека не таким, какой он есть. А видели вы в нем больше того, кого хотели быть. Ну, при влюбленности только с серьезным таким достаточно. Подходим это вполне нормально. Мне кажется, что, вот, ваша задача, попытаться для себя, ну, как бы, понять, что противоречит. У вас, ну, как бы, внутри вас, что именно конфликтует. Вот. И, возможно, до конца прожить эту боль, которую вы чувствуете. Вот. И все. Я думаю, что вы пытаетесь это, условно говоря, разумом осознать. Вот. А на самом деле, это только мешает. И не дает вам двигаться вперед. Вот. Попытка. Попытка заблокировать боль, болезненность. Ваше попытка с ней бороться, как мне кажется, вы будете. И так далее. Вот. Я бы порекомендовал вам сейчас. Я бы порекомендовал вам, знаете, посмотреть вокруг себя. И попытаться увидеть, среди, вот, тех, вот, тех, кто вас окружает, ну, окружает, да, пытаться увидеть людей, которым бы вы могли поплакать. Вот. Пожалуйста, рассказать свои боли. Вот. Это, мне кажется, одна из самых таких вот важных вещей, чтобы вы не бетонировали. Больд, который у вас есть, все равно. Вполне нормально и естественно. Вот. А, чтобы вы ее не задавливали себе. Вот. И, в какой-то степени, мне кажется, это, то, что это лучшее, что вы можете сделать для себя на данный момент. Вот. А дальше, дальше, ну, дальше, по-хорошему вам бы пойти в терапию. Вот. Ну, вот. И вам самому очень больно от этого. И я, ну, я сомневаюсь, что вы сами сможете без, ну, без ущерба для себя из этой ситуации выйти. Не потому, не потому, что вы слабо, как там и так далее. Не хочу, чтобы вы подумали, что я имею в виду это. А, нет. Все дело в том, что вы не знаете, как, 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 как свои боли обращаться. Вот. А психолог вам, психотерапевт вам в этом поможет. Вот. Это наше профессиональное, так сказать, и жизненная цель. Помогать, вот, людям преодолевать такие вот, болезни, достаточно. Ситуация. Вот, ну, научиться с ним жить. Это боль, которая у вас есть сейчас, какой бы она вам не казалась. Вот. Это боль является тем, потенциалом вашего роста, вашего личностного роста. Вот. Который вы можете использовать как потенциал для прыжка, для своего развития. Вот. А можете использовать как то, что вам, ну, способных оказать существенных, очень существенных, к сожалению, негативных услуг. Вот. Поэтому, тут, конечно, все зависит исключительно только от вас. Вот. Свои задачи. Вот. Задача, как психотерапевта. А я вижу в том, чтобы помочь вам. Хоть путь свой. Плотя, плотя, плотя. Плотя. Путь мелкий, путь такой достаточно... Ну, назовём так, чернистый. Да, вот так скажут, путь тернистый. В общем, путь ваш. Вот. Я бы такой ответ вам бы дал. По поводу того, предательства ли это, то что вот, ну, девушка, как девушка поступила, по поводу того, предательства ли это. На мой взгляд, о предательстве вообще вот, в терминах говорить нецелесообразно. Вот. Потому что человек не осознал для себя, что в его жизни что-то поменял. И не сказал об этом вам, потому что не осознал, что в его жизни что-то изменилось. Не понял, что в его жизни что-то изменилось. А когда понял, когда почувствовал, что поменялось что-то в его жизни, оказалось, что он не знал, не знает точнее, что с этим делать. Вот. А, и, как бы, вообще немножко другое, как мне кажется, важнее то, как вы сами это чувствуете. Вот мне кажется, вот вы чувствуете это как что? Сами. Вот. Как вы сами это чувствуете, так это, в принципе, и необходимо проживать. Мне так кажется. Я, конечно. Не знаю. Ну, мне так вот. Мне так в эту ситуацию видится пока, по крайней мере. То, что если, например, вам кажется, что это предательство, ваша система ценностей, это предательство. Вот. То, значит, относиться к этому нужно, ну, наверное, как предательство. И проживать это, соответственно, тоже как предательство. Вот. А вопрос в другом. Да. Допустим, вы решили и признали. Ну, в том, что это предательство. Хорошо. Что дальше? Ну, то есть, это предательство, все понятно. А дальше-то что? Ах. Ведь вам, я думаю, мало будет просто. Понятно. Подательство. Это странное, например. Или нет. Потому что следующим шагом, который, ну, с которым вы столкнетесь, будет шаг того, что вы останетесь с этой болью наедине. И она никуда не уйдет. Она будет вас разрушать. Ну, со временем может появиться вина, со временем может появиться нервность, там, со временем может появиться еще какие-то чувства, которые будут как-то вот немножечко упрощать вам жизнь в этом смысле. Но по большому счету все останется вот в такой парадигме, что есть некий фактор, есть некий факт. И вам нужно к этому как-то относиться. Вот. А как относиться, вы не знаете. Точнее, может быть, вы знаете, но вам очень будет. И все. Ну, то есть, момент здесь в том, в том, что вы дальше двигаться, зная, что это предательство, и принимая во внимание, что возможно вас предадут еще раз. А возможно и не один раз вас предадут еще. Понимаете, какая что? Вот мне кажется, что моя задача, как вот психотерапевта, если вы выберете консультироваться, если вы выберете работать, проходить психотерапию со мной. Вот. Моя задача, чтобы вы не отвергали вот эту, вот эту, ну, вот эту вероятность, вероятность того, что могут предать еще. Вот. И что это, ну, как бы не единственный раз, когда вас предали. в отношениях это абсолютно нормально, что люди не замечают, когда, ну, когда у них там что-то меняется, вот. люди не замечают, когда становится, ну, как-то все по-другому, иначе. Люди этого не видят. К сожалению, люди этого не видят. И приходится с этим жить. А вы не умеете с этим жить. У вас сейчас тикатеет, ну, вы тикатеете сейчас. Вы тикатеете сейчас. К такой вот позиции, что, условно говоря, своей девушке, женщиной, я должен быть, ну, условно говоря, навсегда. Вот. Понимаете? Да? Как бы, как бы. Вот. А вы этого не знаете. Вы не знаете, будете ли вы всегда с кем-то. Вот. Вы не можете этого знать. Понимаете, да? О чем здесь речь? Вот. И, на мой взгляд, вот в этой вот реальности, вот такой реальности, как психотерапевт. Моя задача, как психотерапевт, как психотерапевт, научить вас сущие слова. Вот. И, конечно, это процесс, особенно если у вас могут быть свои, ну, своя у вас, может быть, то есть, свои системы ценностей у вас, ну, может быть, как своя внутренняя организация, вот, которую вы будете, естественно, там, защищать, пытаться отстаивать, вот, потому что нам будет страшно, если вы позволите вам помочь, вот, если вы позволите показать, как, что может быть по-другому. Вот. Не обязательно, как говорю я, и не обязательно, как думаете вы, а может быть, совершенно иначе, совершенно неожиданным образом, вот, но может быть по-другому. Вот. То это станет возможностью. Сейчас, сейчас у вас, эээ, состояние, ну, я бы сказал, наверное, состояние, знаете, состояние безысходности. Сейчас у вас состояние именно вот, эээ, такого, эээ, ну, отчаяния, да, я бы сказал, потому что вам больно, больно проходит, вот, проходить, там, условно не собирается, и тяжело, правда, тяжело, трудно и так далее. Вот, эээ, ну, эээ, как бы это всё можно изменить, вот, если у вас, как бы, будет такое желание. Вот, поэтому подумайте, обращайтесь, вот, эээ, если не надо уметь обращайтесь за помощью, вот, буду рад вам помочь, уверен, что и другие, эээ, коллеги тоже будут рады оказать вам помощь и поддержку. Вот, единственное, что, что, эээ, не торопитесь, эээ, с выбором, эээ, специалиста, да, ведь, ну, эээ, постарайтесь выбрать специалиста, к которому у вас будет лежать клюша, эээ, вот, к которому будет, к которому вам будет нравиться, к которому будет, эээ, хорошо спокойно, к которому вы будете доверять, к которому вас появится надо. Вот, поэтому, эээ, имеет смысл, конечно, эээ, первому специалиста начать, начинать, ээээ, ну, не с первым специалиста начинать работа, ээээ, психотерапию, вот, а спорвы, как бы немножко, эээ, посмотреть, подмечать, попислушиваться к себе, вот. Удачи вам всего самого доброго, я надеюсь, что мой ответ дал вам пользу для обратной физы, вот, за которую я вам буду благодарен.